Я руководитель общественного объединения «Инфо плюс Тарас». Наше НПО одновременно я журналист. Много лет работаю, уже больше 25 лет, наверное, я работаю журналистом. И в этом году я зарегистрировалась на экономический форум, на Астанинский экономический форум. То есть было свободное объявление об этом, информация на фейсбуке, приглашались все желающие. Там просто поставлен срок, когда можно было пройти регистрацию. Я это сделала, мне пришел ответ, и я зарегистрировалась как интернет-журналист. Потому что у меня много страничек там, и опять-таки у нас журналистка НПО. И вот, когда я туда приехала, мы зарегистрировались, уже зашли в зал. Там было одновременно, шло очень много сессий, и были разные залы. Я для себя решила, что я постараюсь максимально посетить все залы, потому что были заявлены очень интересные участники. И я думаю, что там пройду, там пройду, как бы здесь поснимаю, здесь что-то послушаю и так далее. Таким образом, как бы, я зашла в один из залов. Ну, он ничем не отличался, этот зал. Там также пошел народ, и как я бы с этой толпой зашла. Но потом, вдруг, когда я зашла в этот зал, и там снимали журналисты, кстати, ходили операторы. Просто единственное, что почему-то из всех залов весь народ, который вот зашел после и не успел сесть, им сказали, что дальше нельзя, что типа это помешает докладчикам. И потом я посмотрела, что там, оказывается, сидит и делает доклад. Сидел среди докладчиков, сидел, например, там Масимов Карим, и там был Греф, например, допустим, там был Берлус Конь. Ну, и несколько таких знаковых фигур, которые бывшие политики там и так далее. Ну, я не собиралась, как бы, там, потому что, во-первых, было все на английском языке, тяжело, это с переводом. У меня не было такой задачи, как бы, именно сидеть и слушать именно этих людей. Тем более, я не ожидала, что, как бы, ну, они там будут, потому что было много разных. И в других залах были разные участники там, такие тоже очень интересные. Ну, сразу ко мне, когда я туда подошла, короче, начала, подскочила какая-то женщина. Сначала стали подходить люди меня дергать и говорить, выходить из зала. Я сначала даже понять ничего не могла. А потом пошла, подошла какая-то женщина без бейджа, без ничего, и начала говорить, мол, что, вы должны покинуть помещение там и все такое. И потом, а, здесь нельзя снимать сначала. Потом я, естественно, искала, кто такая, идите отсюда, мол, и, ну, когда тебя дергают, она даже там пыталась камеру. Ну, она отошла, а потом, это, уже когда прошло время, там, подошла ко мне, уже во время, там был кухибрейк, подходит какая-то девушка, не представившаяся ничего. Но она сказала, что, типа, мы вас лишаем, там, аккредитации, мы вас там, типа, такой, я спросила, за что? Она говорит, мол, за это, говорит, не важно. Я спросила, говорю, из-за того, что я в этот зал зашла, что ли, без разрешения? Она говорит, да. И, в общем, она говорит, я говорю, а я не уйду. Она говорит, лучше уходите по-хорошему, типа, того, что. Ну, и, короче, так все, я и не больше, она ушла куда-то. Я, а, я пыталась, тут попыталась, как бы, у нее спросить, кто она такая, но она так и не приставилась, убежала, короче. И все, и я там начала уже ходить, и ближе к обеду, короче, я пошла, поднималась на второй этаж, где сидели все журналисты. Там была журналист, ну, как бы журналистская, журналисты отслеживали ситуацию, там была журналистская комната. И там же была сессия от BBC, которую проводила BBC, значит, один из ведущих BBC. Я зашла на эту сессию и там сидела. И когда я вышла на перерыв, уже ближе к обеду, я увидела вдруг, что там вот эта журналистская комната, она, получается, как выходишь из этой сессии по BBC, и выходишь, и там, как бы, вот я наткнулась на эту девушку, которая сидела на диване с какой-то обслугой. То есть, опять-таки, без вот этих знаков отличия и всего. Я к ней подошла и говорю, вы вообще мне объясните, что происходит? Говорю, может, вы мне... Она начала меня посылать подальше, в общем, этот. Тут же начала вызывать охрану, короче, и сказала, что, мол, типа, я должна покинуть, и, в общем, начала. Просто она там ни на что не отвечала. И я говорю, ну, тогда я вас буду снимать, раз вы не хотите мне так сказать причину. Я говорю, тогда вы мне скажите на камеру. И вот тут она вообще разозлилась, как бы, и вызвала по рации охрану с первого этажа. Я не стала ждать, пока придет эта охрана, я побежала по коридору, и чтобы вернуться опять на ту сессию, она же была на этом же этаже. И уже села, как бы, началась эта сессия от BBC, и тут врываются два или три охранника, начали меня при всех вот журналистах, при всех вот этих гостях вытаскивать из вот этого помещения. Как бы, я начала орать, что я никуда не пойду, и сказала, что, типа, вот такая ситуация, потому что я ничего не пойму. И тогда, значит, они уже просто, сам ведущий сказал, говорит, пожалуйста, оставьте нас в покое, если вы хотите с ней разобраться, давайте, дайте нам закончить сессию. И, ну, эти охранники немножко в себя пришли, видимо, за это время, и, как бы, кто-то там им позвонил, и они молча, как бы, ушли. Потом эта сессия закончилась, и подошел какой-то человек, который тоже там сказал, что он организатор, но не представился. Предложил мне даже, что меня накормить ужином, а хотя там все было платное, типа, и за это надо платить, но он мне предложил, что вы не расстраивайтесь, мол, это все инцидент, мы вот извиняемся, все будет хорошо, пожалуйста, ничего не обижайтесь, это все, мол, недоработки. И все на этом, но, оказывается, за это время мне позвонила дочь, и говорит, что вышла, говорит, на Тенгри Ньюз, и вообще еще какой-то сайт, Жамбыл Инфо, что ли, а, какой-то инфо, какой-то, короче, сайт, вышла информация о том, что в зал Астанинского экономического форума проникла сумасшедшая журналистка, что она, короче, этот, в общем, дерется там с охраной, все такое, ну, в общем, абсолютная неправда, что она была выведена, лишена аккредитации, хотя я в это время находилась вот в здании, абсолютно меня никто не трогал, и там продолжалось все это, абсолютное большинство людей даже не заметили, что это было. Оказывается, потом, там же, вот эти журналисты, вот поскольку это было повешено на сайт, без всякой подписи, без ничего, причем это было ссылкой на пресс-секретаря Акима области, нашей области, в которой я живу, хотя сам, сам этот пресс-секретарь, он вообще был не в курсе, я его не знала даже, он на тот момент, как бы, был у нас новичок, мы вообще были с ним не знакомы. И потом, когда у него брали интервью, он сказал, что я ее даже не знаю, я такого вообще не говорил, что, а там было сказано в информации, что по информации пресс-секретаря, мол, типа, она находится на учете, что это я нахожусь на учете психбольницы. Вот ссылка на пресс-секретаря, вот такую вот информацию выдает официальный сайт. И потом, когда, значит, и тут же ее перепечатали, там, ну, с десяток, наверное, всяких сайтов, агентств, ну, в том числе, там, Тенгри Ньюз, в том числе, там, как бы, был седьмой канал, кажется, ну, в общем, куча целая, вот, республиканских изданий. И, конечно, и причем, там было написано фамилия моя, там было дано, было название организации, да, там, конкретно, да, что журналистка из Таразы и все такое, то есть полной фамилией, все вот такое вот к львету. И, как бы, уже дочь испугалась, моя дочь, она мне звонила бесконечно, как бы, говорила, что мама, там, сейчас что-то может случиться с тобой. Я говорю, Ксюша, ну, вот это все вранье, что меня никто, во-первых, никто ничего не лишал. Я, как ходила, следи людей, так и хожу, я вообще не понимаю, я не могу найти девушку, которая, как бы, все это устроила. Вот, ну, и, как бы, сейчас я подаю в суд, то есть я готовлю иск, и будет это, конечно, куча статей, которые я буду предъявлять.